Российскими вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к выезду на Украину. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой. Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами. И лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения. Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территории Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается. Так, за прошедшие три недели, в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человека до 2741.